Всем привет! Вы на канале Властелин Туй. Друзья, подписываемся на канал Властелин Туй, следим за новыми выпусками, ставим лайки, пишем комментарии. На своем канале я показываю, как я занимаюсь топиарными стрижками хвойных и лиственных растений. Посмотрите, какой прекрасный типорисовик Лавсона сорт Элл Вуди. Как нежно свисают капельки с его хвои во влажную зимнюю погоду. Правда, этот сорт не очень стоят к условиям суровой зимы в нашей Беларуси. Он частенько подпревает и подмерзает. При обильном снежном покрове он может разваливаться и можно противостоять обильным снегопадам, и он не потеряет свои структуры. В этом выпуске я буду заниматься хвойными растениями и топиарной стрижкой Туй Западный сорт Сморакт и Туй Западный сорт Глобоза. Туй Глобоза еще не очень большого размера, но она уже требует корректировки, чтобы в дальнейшем она наращивала объем более равномерно и создавала шарообразную густую форму. Из Туй Западный сорт Глобоза я сформирую шарообразные формы, а Туй Западную сорт Сморакт я постригу на топиарную форму спираль, сделав несколько витков. Эти Туй уже многоствольные, поэтому у нас получится спираль с несколькими ведущими стволами. Туй Западная сорт Глобоза также не очень устойчива к обильным снежным покровам и ее разваливает частенько зимой. Ну разве что вам необходимо ее стягивать с бечевкой и таким образом сдерживать крону от разваливания обильным снегом. Но есть хороший метод и прием противостоять снежному покрову. Это корректировка и стрижка. При корректировке и топиарной стрижки Туй Западной, крона Туй становится более жесткой, ветвление более обильным, и она может держать снежную шапку, при этом не разваливаясь. Корректирую данные Туй в зимний период. Температура воздуха при данной стрижке около 1 градуса тепла. Идет мокрый снег, но это не мешает стрижке. Используя в посадке Туй Западную сорт глобоза, учитывайте ее будущие размеры. Растение это достаточно крупное и приличное. Я видел размерчики около 2-3 метров высоты. Правда этим растениям уже по лет 20, но тем не менее, если вы хотите компактные шарообразные Туй глобозы, проводите корректировку и стрижку ежегодно. Из Туй Западной сорт сморакт я делаю спиральную форму. К сожалению, у данной Туй я вижу 3-4 ведущих ствола, но тем не менее, это не помешает будущей спиральной форме. Некоторые стволы мы подрезаем по верхней части, таким образом, выводя верхушку в 1, максимум 2 ствола. При этом в основании она может быть более многоствольной. Удаляя лишние веточки, работаю с хвоей, формирую будущую спиральную форму. Получается очень прикольная картиночка. Напоминаю, что Туй Западную при топиарной стрижке необходимо корректировать 1 раз в год. В полнейшем идеале это 2 раза в год. Тогда растение будет очень четкое и строго геометричное. Также не забывайте вычесывать Туй от сухой хвои. Обрабатывайте препаратами от грибковых заболеваний, от вредителей, от насекомых. И следите, чтобы кошки и собаки не делали пись-пись на ваше растение, потому что из-за этого они чернеют в местах пись-пись. Учитывайте это. Чарообразные Туй у нас получаются разного размера, так как изначально они были разного объема и густоты, но благодаря этому зона играет достаточно интересно. В этой посадке у нас симметрично-зеркальное отображение три Туй западных глобоза Туэсмаракт. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И с обратной стороны у нас также три Туэс западных сорта глобоза и Туэсмаракт. Я их также постриг на шарообразную форму, правда они у нас более крупные по объему. Перед стрижкой они были также вычислены от сухой хвои. Туэс западную Сорсмаракт я постриг на спиральную форму. Она получилась более изящной, так как у нее меньше стволов. Вы видите, что у нее один, максимум два ствола с отходящими короткими веточками. Поэтому спираль получилась просто бомбическая. Субтитры сделал DimaTorzok Первая часть, где я стриг три шарика и Туэс западную Сорсмаракт. Она закрывается домом от солнца в определенные часы. Поэтому она менее густая в объеме и пышности хвои. Ну а сейчас займусь кипарисовиком Лавс на сорт Элбуди. Он бедняга чуть-чуть подоприл, хвоя пожелтела. Также его развалило обилием зимнего снега, так как у него веточки более нежные. Рекомендую проводить стрижку кипарисовика Лавсона, чтобы он был более густым. Ветвление было немного более короткое. И при этом основные стволы имели большую жесткость, чтобы не было такой картины, как вы видите на этом этапе. С этим растением я принял следующее решение. Оголять ножки до уровня метра от основания земли. И далее формировать овальные шапочки. В последующем эту форму необходимо поддерживать и корректировать, сдерживая рост каждой шапочки. Чтобы они густели, были более плотными. И раз в год вычесывать от сухой хвои, которая опадает внутри веточек и отмирает. Таким образом дав стимул роста новому молодому ветвлению. Рекомендую в этой форме данный кипарисовик корректировать два раза в год в идеале, так как у нас лапы расположены достаточно близко друг к другу. И нам необходимо избавиться от их непосредственного соприкосновения. Также не помешает этому кипарисовику, немного раздвинув скелетные ветви, тем образом дав больший доступ света к каждой веточке. Ну что, данный красавчик получился очень интересным, хотя и был безобразным и разваленным зимой Беларуси. Я просто торчу от запаха этого растения. Когда стригуте кипарисовики Лавсона, он издает просто нереальный аромат эфирного масла и запахов южного побережья Средиземноморья. Да, уважаемые зрители, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Это поможет продвижению моего канала. И я буду стараться выпускать для вас более новые и свежие видео. Всем хорошего настроения. До скорой встречи. С вами был Геннадий, Властелин Туй.